доброе утро всем смотрите как у нас замечательно не облачка ничего на работку иду суббота как я ее не люблю но делать ничего не поделаешь надо работать денежку зарабатывать а то я так растратилась уже надо зарабатывать они тратить надеюсь сегодня мои бабушки все придут никто не болеет как прошлую субботу у нас ресторан готовится наверное уже к этому к открытию к рождеству обычно перед рождеством все рестораны закрыты отдыхают что-то меня никто не ждет никто не хочет никто меня не хочет очень странно очень очень странно все они болеют что они это вот так и ходим утром в пуховиках вечером хоть шорт одевай но не вечером в обед я сегодня уже очень поздно я сегодня не знаю час наверное буду дом сейчас поем быстро не 5 на работу потом нужно магазин заехать 2 бутылочки купить кое-что и чемоданы собирать не еще ничего не собрано представлять ну как они полусобраны конечно ну как-то все это быстро конечно куда я делась в общем и все спрашивают ну что у тебя там все поцелует целует там ну как типа желают доброго полета провести хорошо время вот мне просто была сейчас алькальдеса мэрша наша сегодня у нас праздник в деревне знаете какой здесь парам которые прожили в браке 50 лет устраивают праздник и дарят им путешествие на на выходные вот сегодня такой праздник вот ко мне пару клиенток приходили которые прожили в браке 50 лет представляете и и вот мэрша пришла тоже на укладку покрасила ее и вот у них сегодня будет в 5 вечера ягура куда поедут она говорит далекие путевки не даем потому что они не соглашаются ехать неправильно им уже представлять если они 50 лет в браке минимуму 70 лет естественно куда они полетят говорят не соглашаются куда-то далеко ехать я наверное не успею не люблю за автобусом ехать потому что все остановки надо собрать автобус едет ну вот о чем я говорила мужик какой-то поставил машину все автобус не может проехать твою мать и я не успела проехать будем здесь стоять либо шофер прибежит либо приедет полиция и все дела блин а чем-то правда поставил машину на середине все и зашибись твою мать ну вот плавно еще машину никто не убирает а вот все бежит кто-то недолго ждать пришлось слава богу поэтому я не люблю за автобусом ездить ну все домой кушать правда не начну что кушать буду найду что-нибудь кто-то звонит сестра сестра мужа звонила насчет череной они сегодня говорит собрали и вот мне приготовили куда их правда впихивать я вообще ума не предложу но впихаем впихаем в общем что у меня сегодня на обед бомж пакет видите заваривается и сарделька хлеб закончился покупать его не стала чем не на один день то без хлеба так поем полчасика отдохну и вперед на работу опять а вечером уже собирать чемоданы ну все я закончила работать сейчас сестре позвоню она тут за углом живет чтобы не черемой спустила а вот я заберу и поеду в алькампу и кое-что купить такие планы не знаю сколько там черемой набрала а то наберет килограмм десять а у меня влезет не килограмм пять наверное не знаю вообще или даже меньше ничего не влезет не влезет вот так вот вроде смотришь когда не в чемодане стоп не не нифига ничего нету начинаешь складывать складывать и все это у меня такой узалка прям уже скучал уже скучал пойму мой рыбки маленьком я все-таки с ним больше гуляю везде с ним прогуливаю ничего посидит дома недельку нет но его будут конечно выгуливаете все дела но не так как я смотрите какой у нас море погода замечательная полный штиль интересно это хорошая примета когда идешь за умершим нет он в больнице в машине конечно в этой ну специально такой учетом никто за следом не хочется ехать я лучше туда поеду и нам с тобой не по пути извините тут конечно в объездах далековато но все-таки кстати я помню у нас россия как кто первый кому встречного давали либо полотенчик помню еще что-то ложку что ли то с детства у меня такие воспоминания мне знаете мнение я в приметы как не верю там чему быть того не миновать и там что там черный код дорогу перейдет мне как-то я я вот этого изменится с моей жизнью я в это не верю что дано благом то и будет вот знаки судьбой что тут душит меня вот поэтому умершего ну мы все на земле не продержимся и рано или поздно нам нужно будет умирать чтобы другие могли жить скажем так в общем взяла я черема и два в две сумки я говорю куда ты она говорит брату оставишь то особо то их и не ест ему если не дашь то он и не вспомнит что они есть да так блин в круголях такой тему ну да ладно поделаешь что-то не просто там до кладбища не вот так будут идти медленно и минут 10-20 буду за ними плестись не очень хочется вот чувствую я себя сегодня прям даже хорошо вообще но я все равно всякие порошки пьем вот прополис сейчас посасываю такие вот дела вот такие дела вот такие эти вам тут вот все переделали раньше не так совсем было тут сейчас вот это все как-то не ладно поехала я в алькампу и и домой прикиньте елки были 53 евро black friday сейчас черная пятница 9 10 евро настоящее настоящая елка в этом горшке ну и там поставили а так лучше смотрите что рвала пижамка класс тепленькая в общем утрамбовала я чемодан там у нас получилось даже весы не хотят больше работать короче получилось 21 килограмм 100 грамм в общем если скажет перевес вытащу черемой немного мне тут еще одно не влезло один это вот с моими вещами с моими вещами точнее даже не с моими а здесь у меня всего лишь колбаса вкусняшки ни одной вещички нету ни одной представляете все вещи которые вот я вчера купила сегодня кое-что купила все здесь ну еще мои трусы и носки и одна одежда в общем да как-то так еще будет ноутбук блоги то надо снимать для моих любимых подписчиков вот и ой твою мать а я еще его под замок сейчас у меня замок уже есть с это все замурую а то в черемой все мои поваруют еще ой блин вообще ну главное я это сделала я это собрала пипец конечно знаете не знаю я не раскладывала чё кому там разберемся в общем дурдом на выезде знаете я все таки этот черемой положу вот в этот чемодан а вдруг прокатит фиг его знает может прокатит прокатит хорошо черемой одну достала спелую сестра которая дала мужу там у него целая сумка сейчас буду лопать такой вот у меня будет ужин у нас конечно черемой калорийная в ней очень много сахара ну так хочется так хочется приготовила себе уже кошелек посолидней такой знаете с этим всегда хожу а этот вот специально там отделов много сюда вот все шнуры уже буду прятать сейчас надо зарядку взять для камеры вот эту вот потом часы заряжаются тоже надо часы зарядились и все зарядки сюда вот положила также это для ноутбука повезу в нем поеду вот с этой сумкой потому что она очень удобная нифига не весит и вместительная я с ней уже ездила в россию не одна нет так ну ездила в общем в россии а еще смотрите мне муж прилепил пылесос не туда куда я хотела он не вот сюда прилепил я хотела на эту стену но без меня меня прилепил в общем кстати насчет ой и вот весь уже замарал его написано что его можно включить в сеть после пользования и ничего для батареи не будет страшно но то есть если он всегда будет вот такой вот как говорится на подзарядке прикольненько да блин но я хотел вот на эту стену так вот без меня сделал но я на него наругалась потому что мне все завтра завтра завтраками кормил смотрите у меня на работе кстати уже цветет вовсю декабрист прям вовсю цветет но блин он будет вести когда меня здесь не будет я кстати здесь перестановку сделала сюда поставила эту ну я здесь обычно спортивную форму сушу чтобы вдруг дождь был или что она была всегда сухая здесь у меня есть умирающие цветы вот но вы знаете когда я сюда ставлю они выживают не знаю чем это связано может быть с тем что я их сюда ставлю и напрочь про них забываю то есть нифига не поливаю точнее поливаю раз в год или еще что-то я не то есть тех не люблю и они вот прекрасно живут то есть вот этот был прям погибающий погибающий и ничего смотрите же растет ну и пускай еще у меня фиалка прикольно смотрите какая один длинный вот такой цветок видите и цветет уже недели две недели две он вот так вот один вырос обычно фиалки они же по кусту вот так вот идут а этот один вот такой вымахал длинный и все а с этим вообще не пойму что происходит тоже вот за цвет все ну какой-то желтый не пойму зеленый у нас не холодно у нас на улице сейчас по моему 15 градусов у меня же теперь есть метеостанции и там я все смотрю поэтому не холодно на улице ветра нет вот это у меня тут эти калы они тоже по моему вон проклевываются вот в общем вот так пылесос висит видите там розетка все дела ну блин я находил на эту стену почему почему не делается все со мной за раз и два раза не так вот это вот прям я по нему уже скучаю по моему мальчику так мне жалко оставлять маленькая моя малявочка сладенькая он смотрит на эти чемоданы не понимает да где твоя игрушка ты тут тоже устроил листопад 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 видите листопадище метод какой-то не пойму чего ему надо не знаю даже этот вот так спрячу эту игрушку в общем все чемоданы собрала навела себе рейбуш буду сейчас копью рейбуш а я тут еще с телефоном у меня же телефон это там как-то сим-карта достается специальной фигней такой ну естественно фигня это потерялась потому что никогда сим-карту а прикол то сейчас еще про сим-карту вам расскажу а вот вот тут значит ну вы знаете наверное самсунгу или может быть и других телефонах вот так достается сим-карта в общем я сказала брату чтобы он мне купил другую не знаю купил не купил может забыл в общем иголкой нормально достается тоже звонит мне сейчас где-то буквально полчаса назад неизвестный номер я раньше никогда не брала номера когда не знала номера телефона вот а сейчас так как на поработе не могут звонить любые клиенты в общем берут трубку и ну раньше я еще и знаете стеснялась потому что там ну акцент язык не знала и в общем стеснялась как-то сейчас мне уже все по барабану и думаю кто звонит и гляжу это мне муж говорит ой я в алькампу я потерял карточку сим-карту что-то телефон у него там не не фурычил он говорит решил почистить она же малюсенькие сейчас эти карточки да и говорит на улице достал и потерял вот и говорит вот купил новую новую карточку вот как же типа мы без телефонов будем еще додумался поехал купил специально да вот ну я быстренько я горячу новую не заказал ну я искал тут этот ну нашу компанию да говорит ее нигде не нашел у нас правда ее нету ну я я говорю ну ладно но я тут же позвонила в эту компанию и заказала в общем карточку сим-карту ему представляете а еще там обнаружила у меня-то интернета нет а у него интернета много у него безлимитный я обнаружила знаете копаясь копаясь в приложении что там можно делиться интернетом вот пока у него все равно не будет сказали в среду привезут пришлют карточку вот и я буду пользоваться вы им им и его интернетом какая молодец вообще такая вот история хотя где мне пользоваться ну завтра в аэропорту посмотрим или по пути я себе кстати накачала фильмов дорогу там всего четыре с половиной часа вот пока взлетим как раз время обеденное вот обед наверное понесут хотела чекинг какой-то этот сделать через интернет не получается какая-то техническая ошибка в общем не знаю но главное что я зарегистрирована я там увидела ой вот такие вот дела друзья ну что встретимся с вами завтра да в аэропорту нет завтра встретимся уже в россии слушайте что-нибудь вам прилеплю спросила я свою невестку они пока сниматься не хотят но я их там может быть уговорю вот но если нет то то нет то москву посмотрим москва злота голова я еще не верю в общем завтра с вами увидимся не забывайте подписываться пишите свои комментарии и всем пока 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 встретимся в россии